Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. «Сказочные женщины» состоялся кастинг сотрудниц ММК для участия в съемках корпоративного календаря. Да будет свет! Горэлектросеть завершает монтаж наружного освещения на улицах, в скверах и дворах. Реванш не удался. Магнитогорский металлург на выезде уступил авангарду 0-2. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Итог яркого заявления о себе – признание на региональном уровне. Магнитогорский металлургический комбинат занял второе место в конкурсе среди промышленных предприятий на лучший проект по благоустройству прилегающей территории и территории предприятия. ММК сумел обойти более 40 соперников из 29 городов области, уступив лишь Челябинскому индустриальному парку «Станкомаш». Евгения Солохудзинова продолжит тему. Весной яблони в цвету, летом зеленые оазисы, бьющие ключом фонтаны и разноцветие цветочных клумб. Осенью золотая росыпь листьев почти в промышленных масштабах. Территория Магнитогорского металлургического комбината всегда отличалась красотой и ухоженностью. Однако, если ранее любоваться ею могли лишь работники группы компаний ММК, то в этом году результаты работы цветоводов и озеленителей оценили в регионе. Комбинат принял участие в конкурсе среди промышленных предприятий Челябинской области на лучший проект по благоустройству прилегающей территории и территории предприятия и занял по его итогам второе место. Территория ММК была признана одной из лучших на региональном уровне, уступив по красоте лишь Челябинскому индустриальному парку «Станкомаш». Чтобы вручить руководству предприятия заслуженную награду, в город лично приехал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. Безусловно, мы не сомневались, что ММК будет одним из лидеров этого конкурса. И диплом за подписью Алексея Ильинича я сейчас Павлу Владимировичу передал. Почему очень интересно и приятно всегда бывать на ММК? Мы видим, что завод внутри себя, комбинат внутри себя делает очень много. Это и производственный технологический центр во всем, что связано с металлургией. Это огромный социальный центр, который обеспечивает работой 17 тысяч человек. И очень отрадно, что сейчас мы комбинат видим еще как центр создания благоприятного общественного пространства. И те 400 гектар, которые сейчас комбинат и Виктор Филипп Шрашников благоустраивают в городе Магнитогорске, в общем-то это продолжение политики, осознание, для чего это нужно со стороны комбината. И поэтому, Павлу Владимирович, еще раз вам от лица губернатора огромное спасибо. Напомним, инициатором и идейным вдохновителем конкурса является губернатор области Алексей Текслера, организатором Министерства промышленности Челябинской области. Всего участие в соревнованиях приняли более 40 промышленных предприятий из 29 муниципалитетов. Оценила благоустройство территории судейская коллегия, в состав которой вошли представители Минпрома Челябинской области, общественных объединений в сфере промышленности, а также законодательного собрания области. Критериев оценки было сразу несколько. Специалисты обращали внимание на состояние внешнего облика зданий, газонов и клумб, на эстетическое состояние прилегающей территории. Приветствовалось также наличие малых архитектурных форм сотни гектаров. В благоустроенной территории комбината, как отметили члены судейской комиссии, это настоящий образец для подражания. Производственная площадка для работников УМК, то место, где они проводят большую часть своей жизни, много времени. И это, ну, начиная с того, что элементарно порядок на рабочем месте, это безопасность на рабочем месте, но в том числе и есть такое устойчивое выражение, как культура труда. Культура труда, она складывается из многих-многих-многих составляющих, в том числе и из той обстановки, которая есть в цехе, на агрегате, на территории. Всегда этому внимание уделялось серьезное. Это существенно меняет настроение в коллективе, в лучшую, конечно, в лучшую сторону. Ну и просто это действительно приятно посмотреть. Летом одна картина, весной осенью другая, зимой. Тоже мы на это обращаем внимание. Это всегда важно, всегда необходимо. Второе место победы, однако, не абсолютное, поэтому есть к чему стремиться. Как отметили специалисты ММК, наращивание производства на комбинате всегда будет идти в тесной связи с благоустройством территории предприятия, независимо от времени года. Евгения Сылхудинова, Аркадий Стариков, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Космические перспективы. Спускаемый аппарат, на котором вернулся на Землю первый робот-космонавт по имени Федор, вероятно, будет изумлять и радовать посетителей музейно-образовательно-деловой локации парка Притяжения. Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе видеоконференции, состоявшейся в пятницу, 25 сентября, в завод управления ПАО ММК. В рабочем совещании в формате видеоконференции приняли участие представители ПАО ММК, ООО «Территория Притяжения», НПО «Андроидная техника» и госкорпорации «Роскосмос». На Магнитогорском комбинате, в городе Магнитогорске, по инициативе представителя директоров Виктора Филиппова Чарашникова, пытаемся реализовать очень серьезный проект, аналогов которого в мире даже нет. Речь идет, конечно же, о проекте Притяжения. Создавать городскую среду нового качества планируется в течение пяти лет. Одной из так называемых активностей проекта Притяжения должен стать Центр космической робототехники. Роскосмос – это действительно родина российской антропологии, робототехники, родина первого робота космонавта. Но в своем роде мы все-таки видим, что вот это именно место должно стать некой космической робототехники. Для развития этого направления необходимо наладить сотрудничество с Роскосмосом. У представителей космической корпорации есть опыт такой работы, например, в сочинском Сириусе. И понимание того, как это можно реализовать в нашем притяжении. В случае с Магнитогорском здесь полноценный плацдарм будущего. И здесь можно совершенно спокойно выстраивать тематику, даже в некотором отрыве от тех достижений исторических, которые есть в художественной космонавтике. Тему космоса можно репрезентовать открытый именно вперед, открытый в будущее. И, безусловно, у нас есть интересы в этом проекте. Мы готовы помочь на экспертном уровне привлечь к этому специалистам. Робототехника, космонавтика, биотехнологии и искусственный интеллект. Будущее этих четырех высоких технологий предполагается экспонировать в притяжении. Роскосмос поможет специалистами и не только. Вполне вероятно, в экспозиции Центра космической робототехники появится спускаемый аппарат, на котором вернулся на Землю год назад первый робот-космонавт Федор, созданный, как известно, магнитогорскими специалистами из НПО «Андроидная техника». Когда будет отработана технология, собственно, правовая, готовый документ, нормативная база, можно будет его передать вам на постоянной основе, как экспонаты, можно будет его вместе с Федором как-то совместно использовать уже в составе этого музея. Директор ООО «Территория притяжения» Руслан Новицкий уверен, что у проекта очень хорошие перспективы сотрудничества с НПО «Андроидная техника» и госкорпорацией «Роскосмос». Удалось договориться о сотрудничестве, это самое главное. Сейчас будет создана дорожная карта наших взаимоотношений. «Роскосмос» серьезно рассматривает передачу в проект притяжения артефактов нашей космонавтики. Андрей Рыжков, Виктор Осаев, телекомпания «ТВИН». Электронный помощник для маневрового диспетчера. Управление логистики ПАО «ММК» запустило в промышленную эксплуатацию уникальный цифровой продукт, аналога которому в России нет. Это система помощи принятия решений для диспетчерского персонала железнодорожных станций. Опытно-промышленная эксплуатация новой системы прошла на станции «Рудный». С ее возможностями ознакомилась и наша съемочная группа. «Рудная» – одна из 28 станций цеха эксплуатации ПАО «ММК». Она обеспечивает прием железорудного сырья с внешней сети с последующей переработкой и доставкой для гладоменного производства комбината. Задача у работающих здесь маневровых диспетчеров одна – выполнить все поставки своевременно, в соответствии с производственной программой. И сделать это, надо сказать, непросто. У нас столько маневровых, шесть локомотивов, еще поезда транзитные, поезда, которые непосредственно забирают вагоны с нашей станции на другие станции. Единовременно на станции может находиться 15 и более локомотивов, за которыми надо следить, которым надо выдавать команды на передвижение. Все это требует очень большого внимания и концентрации. Местонахождение локомотива диспетчер держит в голове и определяет его путем переговоров по радиосвязи. В его обязанности также входит планирование всех будущих передвижений на станции, а также телефонные переговоры с цеховыми подразделениями по получению заявок на подачу вагонов. Причем все это происходит одномоментно. И права на ошибку у диспетчера нет, поскольку даже незначительный промах может привести к катастрофе. В качестве примера за смену диспетчер совершает порядка двух тысяч звонков со средней продолжительностью 15-20 секунд. Сумасшедшая нагрузка, и мы порядка на 30-40% снизили эти переговоры, поскольку система выдает нам то задание, ту заявку на уровне данных, а не минуя телефонные переговоры. Новая система должна была сделать наглядно всю работу по планированию тех действий, которые диспетчер выполняет в ходе своей рабочей смены. И создателям этого электронного помощника, компании «Вентотехнология», специалистам ММК «Информсервис» и управлению логистикой комбината сделать это удалось. Например, задача по выгрузке вагонов на ЦПАШ. То есть привозное сырье приходит нам с дороги в СРЖД. Задача для федчера спланировать прием, согласовав при этом с работником подразделения, в какое место конкретно это сырье нужно выгружать. Потом согласовать момент подачи и осуществить, собственно говоря, подачу. В нашем случае информация по приходу вагонов с РЖД уже автоматически видна работнику ЦПАШ. Он видит, что конкретно приехало, говорит, куда выгружать систему, а не по телефону, а не какими-то там доисторическими методами. И система автоматически планирует, каким локомотивом подавать, в какое время. Для решения этих задач потребовалось внедрение еще одного ноу-хау – разработки цифрового паспорта станции. Построение оптимального плана работы диспетчера в течение смены было невозможным без получения информации о точном положении локомотива на путях станции. А РЕСА, соответственно, за собой влекло задачу построения цифровой модели путевого развития всей станции железнодорожной. То есть это все рельсы, все светофоры, все стрелки, все пути. И в рамках решения задачи ЦПАРа был разработан цифровой паспорт станции со всей этой необходимой информацией. В результате система не только оптимизировала рутинную работу диспетчера станции, но и качественно повысила ее уровень. В разы было снижено время оборота вагонов, благодаря чему работа с ними стала гораздо эффективнее, что сказалось на общем повышении производительности переделов комбината. Также реализация проекта позволила увеличить прозрачность и прослеживаемость логистики для всех подразделений и цехов, вовлеченных в данный производственный процесс. Татьяна Артеменко, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН. Сотрудницы металлургического комбината снова попытались попасть в сказку 12 месяцев. В очередной раз для женщин и работниц группы ММК прошел кастинг для участия в съемках корпоративного календаря. В этом году он станет юбилейным. Пятым по счету тема продолжит Елена Тимофеева. Это всего лишь кастинг на календарь, но для многих женщин просто решиться прийти на него стала большой победой над собой. Юлия Пудовкина – кладовщик в Управлении подготовки производства. Общаясь с жюри, сильно волнуется, хотя за плечами есть опыт участия в конкурсах и фотосессиях. Один раз участвовала в конкурсе «Женщина года». К сожалению, большому не заняла первое место, но очень хочется поучаствовать еще. Нехватка новых впечатлений – это то, что ежегодно приводит на кастинг корпоративного календаря около сотни работниц ММК и его компании. Грядущее издание станет пятым по счету. Большой юбилей 20 лет в этом году отмечает также фонд «Я женщина». Этим двум событиям и будет подчинена тематика нового календаря. Есть у нас несколько, как мы знаем, дообществ. Но по ММК – это не только основное производство, но еще и туризм, еще и спорт, еще и много всего. Стройка, управление информацией, общественных связей. Поэтому в каждом из них мы будем выбирать свою королеву, что называется. Специальные короны у нас из Сочи будут лететь в Магнитогорск. Изготавливаются вручную, под каждый образ, под каждую женщину. И, ну вот, скажем так, может быть в каком-то таком шуточном варианте, но каждый мы подрузим корону и сделаем ее королевой того или иного общества. Члены жюри задавали женщинам вопросы, приваряющие их смелость. Готовы ли коротко постричься, окрасить волосы в другой цвет, кардинально сменить имидж. Из желания попасть на календарь претендентки отвечали на все каверзные вопросы согласия. Евгения Мешкова только недавно вышла на работу после двух декретов. Желание самореализоваться и привело ее на кастинг. У меня решение удалось легко. Я в шутку спросила у супруга, может быть, не поучаствовать. Он сказал, кому как не тебе. И, в принципе, отправил, поддержал меня. Я утром собиралась, думала, что одеть, красилась. Мой ребенок сказал, мама, ты королева, иди. После четырехчасового кастинга жюри все-таки выбрало 12 героинь будущего календаря. В ближайшее время женщин ожидают встречи со стилистами и фотографом для подбора образов. Самый интересный этап создания корпоративного календаря – фотосессии – начнется в середине октября. Елена Тимофеева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. К другим темам. Магнитогорск становится более благоустроенным и светлым. В городе потихоньку исчезают проблемные участки, где до сих пор не было освещения. И речь не только о новых скверах и улицах, но и о внутриквартальном освещении. Горэлектросеть продолжает работы по монтажу оборудования. Работы идут по всему городу. Елена Евгеньевна живет на улице Герцена с детства. Говорит, никогда в их квартале не было освещения. Только несколько лет назад над подъездами стали работать уличные фонари. Что, конечно, значительно облегчило жизнь пожилым людям, которые боятся в темноте споткнуться и упасть. А вот пройти через квартал в темное время суток до сих пор невозможно. Но я вот уточком хожу, тоже темно. Я же рано выхожу из дома. И темновато идти я вот так вот кругом обхожу. Мало там чего-нибудь. Может, на кирпич или на камень наступишь, что-нибудь. А так вот, ну немножко сейчас, когда вот лампочки вот эти внутри подъездной сделали, уже немножко освещается, уже видно. А раньше вообще темнота, темнота была. Две недели назад здесь установили новые опоры. Скоро начнется монтаж оборудования. Тогда будет освещен полностью весь квартал, а не только территория около подъездов. Такая проблема почти у всех жителей Ленинского района. Там изначально внутри кварталов не было освещения на опорах. Этим летом специалисты горэлектросети по заявлениям горожан ликвидировали темные места в коробках по набережной Октябрьской, Ленинградской. Преображаются и городские скверы, например, сквер Казачий. Скоро новую достопримечательность Магнитогорска можно будет увидеть не только днем. Сейчас здесь идет монтаж торшерного освещения. Здесь будет установлено порядка 17 торшеров со светильниками типа шар. Ну и, соответственно, между ними будут проложены кабельные линии. И все это будет подключено к городскому освещению. То есть будет включаться и выключаться одновременно со всем освещением в городе. С начала сентября эти работы начались, и к середине октября планируют закончить. Так, в первом полугодии 2020-го были выполнены работы по организации линии наружного освещения в поселках Радужный и Приуральский. Всего освещены порядка 20 улиц поселка. Во втором полугодии идут работы по организации освещения на 35 объектах во всех районах города. Планируют заменить более тысячи светильников и столько же опор, а также монтаж провода общей протяженностью 35 километров. Юлия Черешнева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Считанные дни остаются до открытия 83-го театрального сезона, нового во всех отношениях. Магнитогорский драматический театр открывается после масштабного капитального ремонта и модернизации. Чем артисты порадуют наших зрителей, расскажет Юлия Никифорова. Она побывала на пресс-конференции руководства и творческого коллектива драмтеатра. В 83-й театральный сезон Магнитогорский драматический театр открывает премьеры спектакля «Тайные мечтания господина Михаила Бализаминова». Премьерные показы пройдут 30 сентября, а также 1 и 2 октября. Это детище звездной постановочной команды, известной магнитогорцам по очень популярному мюзиклу «Ханума». Жанр нового спектакля режиссер-постановщик Мария Большакова и художник-постановщик Вячеслав Виданов тоже определяют, как музыкальное представление, гротеск, мюзикл. Исполнителю главной роли Бальзаминова Анатолию Баженову впервые в своей творческой карьере пришлось осваивать музыкально-комедийную роль. Беть надо много, да. Пою я обычно в тишине дома, под гитару или в каком-то замкнутом помещении, где никто меня не видит. А тут нужно раскрываться полностью. И для меня, собственно, это небольшая такая сложность. Буквально за первой премьерой уже 9, 10 и 11 октября следует вторая – спектакль «Ножницы». Режиссер-постановщик Константин Денискин рассказывает, что изюминка этого спектакля – интерактив со зрителями. Причем в зависимости от зрительского участия у «Ножниц» даже могут быть несколько вариантов финала. Это детектив, комедийный детектив. Во время спектакля совершается преступление, и зритель вместе с артистами расследует это преступление и сам выбирает преступника. Забегая вперед, скажем, что премьеры ждут театралов и в ближайшем будущем. Примерно 27 марта 2021 года планируется премьера мюзикла «12 стульев». Это тот проект, который мы будем осуществлять на выигранные средства гранта вдохновения главы города Магнитогорска. Самое главное, что капитальный ремонт и в целом модернизация Магнитогорского драматического театра открыли перед артистами громадье новых возможностей, которые в полной мере они еще и не успели освоить. Здесь молодцы все. И город молодец, и губернатор молодец. Вложили такие деньги. Оставив столько стены, построили новый театр, по сути. Новый дизайн, новое оборудование. Что вот самое главное, в театре новое оборудование. Причем оборудование супер. Любой театр нам сейчас будет завидовать просто. Имея такое оборудование, это накладывает на нас обязательства и уровни спектакля. Ну, надеюсь, что вот будем соответствовать этому уровню. Руководство и творческий коллектив Магнитогорского драматического театра приглашает зрителей самих все увидеть и оценить. Официальное открытие 83-го театрального сезона – 1 октября. Напомним только, что в связи с эпидемиологической обстановкой зрительный зал разрешено заполнять лишь на 30%. Юлия Никифорова, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский металлург потерпел первое выездное поражение в сезоне. Подопечные Ильи Воробьева не сумели взять реванш у авангарда за недавний проигрыш на родном льду. И вновь ушли с площадки без заброшенных шайб. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В отличие от домашней игры, металлург не отдал инициативу сопернику. Первую половину встречи магнитогорцы провели как минимум не хуже хозяев, а временами даже имели некоторые преимущества. Команды поддерживали хороший темп и регулярно создавали опасные моменты. Но голкипера Василий Кошечкин и Эмиль Гарипов были на высоте. До середины матча гости не использовали три шанса реализовать численный перевес. А вот авангард с третьей попытки отличился в большинстве. Завидную настойчивость на ближнем пятачке проявил канадец Корбен Найт. Незадолго до второго перерыва металлург получил хорошую возможность отыграться 46 секунд в пятером против троих соперников. Однако едва не пропустил снова. После быстрой контратаки хозяева заработали право на штрафной бросок. Но Кошечкин оставил свою команду в игре. Конечно, против авангарда очень сложно обороняться. Команда очень агрессивно играет, зная не понаслышке. Поэтому нужно быть всегда готовым к их давлению. В принципе, мы справляемся, но пока решает большинство минчества. В заключительном отрезке игроки авангарда сыграли дисциплинированно, а магнитогодцы трижды нарушили правила. Несмотря на это, гости перебросали соперника 14-7, но спастись от поражения не сумели. Окончательный счет, поразив пустые ворота, установил Сергей Шумаков. 2-0. Следующий матч металлург проведет 29 сентября против Локомотива. Прямую трансляцию из Ярославля смотрите в нашем эфире во вторник в 20 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisin.ru. Всего доброго и до встречи.